ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти ГИБДД напоминает гражданам, продавшим автомобиль, о том, что не составляет труда проверить, зарегистрировал ли новый владелец машину на себя Это можно сделать на сайте госавтоинспекции в разделе проверка автомобиля Если в 10-дневный срок изменений не произошло, то можно подать заявление о прекращении регистрации Это, кстати, не то же самое, что снятие транспортного средства с учета В последнем случае авто прекращает существовать юридически А временное аннулирование регистрации говорит о том, что у машины скоро появится новый владелец Данные о ней из базы не удаляются ТРАССА 101 Тройку самых покупаемых в этом году в России новых легковушек иностранных брендов возглавляет Kia Rio Спрос на него в сравнении с прошлым годом вырос более чем на треть Цены на машину сейчас начинаются от 910 тысяч рублей Серебро принадлежит Hyundai Creta со стартовым ценником 1 миллион 127 тысяч На третьем месте находится еще один, можно уже сказать, корейский старожил Hyundai Solaris За который просят минимум 870 тысяч рублей ТРАССА 101 Тойота перенесла дату премьеры нового пятого поколения Land Cruiser Prado Произойдет это не в 2022, а в 2023 году Решение якобы носит стратегический характер Недавно японцы вывели на рынок Land Cruiser с индексом 300 Новый Prado, как ожидается, будет отличаться большими размерами В линейку двигателей войдет гибридная силовая установка Число мест 5 либо 7 Текущее поколение внедорожника продается по цене почти от 3 миллионов рублей ТРАССА 101 Компания Geely дала старт приему заказов на кроссовер Atlas Pro Минимальный ценник зафиксирован на уровне 2 миллионов 120 тысяч рублей Оснащается автомобиль полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью почти 180 лошадей Агрегат был создан совместно с Volvo Трансмиссия – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, привод полный В списке базовых опций адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, система распознавания дорожных знаков и так далее ТРАССА 101 А Ульяновский автозавод собирается наладить серийное производство кемперов на базе модели профи Основой дома на колесах станет стеклопластиковая надстройка Внутри кухня, санузел, душ, диван, кровать Разумеется, все это с приставкой мини или даже микро О стоимости новинки, даже приблизительной, автопроизводитель пока ничего не говорит По мнению экспертов, ценник будет никак не ниже двух миллионов рублей На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания